Будь чуток, будь готов, ожидай, слышать Господа. Аминь. Скажи своему ближнему, будь готов, слышать Господа. Что это обозначает? Это обозначает, что мы должны приходить в Дом Божий с правильным сердцем, с правильным отношением, с ожиданием. Аминь. Скажи своему ближнему, ожидай, слышать Бога. Если ты ожидаешь, это значит, ты слушаешь. Это значит, ты настраиваешь свое сердце. Господь может говорить в сердца, которые открыты для Него. Сердца, которые ожидают услышать от Него. Аминь. Люди, которые не ожидают, люди, которые в состоянии суеты, знаете, которые прибежали в церковь, так вот в спешке, прибежали и убежали. Очень сложно таким людям услышать Господа. Но человек, который приходит и готовит свое сердце. Почему я говорю каждый раз, призывая вас, приходите немножко раньше. Приходите и молитесь. Приготавливайте свое сердце. Приготавливайте свое сердце. Потому что если наше сердце будет открытым, будет чутким, будет чувствительным, то мы что-то получим от Господа. Аминь. Сегодня я продолжу говорить на ту тему, которую я начал в прошлый раз. Тема очень важная, тема очень серьезная. Я верю, что эта тема благословит нас. Эта тема очень практичная. Кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз? Про Авраама. О, слава Иисусу. Авраама, Сару. Молодцы. Каждый добавляет. Анна Афанасьевна запомнила про Авраама и Сару. Действительно удивительно интересная история. То, что у Авраама был завет с Богом. Спасибо, Алексей. Спасибо всем. Совершенно верно. Но тем не менее, я кратко пройдусь по основным пунктам, для того, чтобы все вспомнили. И мы будем двигаться дальше. Аминь. Аминь. Итак. Одну секунду. Мне надо разобраться в моем конспекте. Разобрался. Хорошо. Итак, первое. Что такое Библия? В первую очередь, Библия – это завет. Я это слово заменил современным словом, которое мы больше используем в обиходе. Договор. Договор. Я сегодня опять взял договор, который наша церковь заключила с арендодателем, чтобы был наглядный пример. Взял договор и буду вам иллюстрировать, чтобы нам проще было понимать и воспринимать. В первую очередь, это договор. Очень важно, как мы смотрим на Слово Божие и как мы его воспринимаем. Потому что, когда мы понимаем, что в первую очередь это договор с Богом, мы понимаем, что есть предмет договора. Разве не так? Да. С нашим арендодателем есть предмет договора. Есть условия этого договора. По этому договору у нас есть обязательства. Точно так же у нас с Богом есть договор, и нам надо понимать, о чем этот договор. И нам надо понимать, какие обязательства наши перед Господом по этому договору. В договоре участвуют, как правило, минимум две стороны. Одна сторона сама собой договор не заключает, но две стороны. Да? Да. Дальше. Для какой цели заключаются договора? Сейчас в современном мире, точно так же, как и тысячелетия назад, договора заключаются с конкретными целями. Например, покрыть нужды друг друга. Вы здесь? Да. Понимаем, да? Да. Для того, чтобы покрыть недостатки друг друга, слабости друг друга, то, помните, я приводил такой пример фермеры и воины. У фермеров есть недостаток, им нужна защита, у них слабость, они не могут себя защитить от врагов. В свою очередь, воины, они не умеют заниматься сельским хозяйством, им надо пропитание. Кто-нибудь смотрел фильм «Великолепная семерка»? Эй, друзья, это же старый-старый фильм, еще в советские времена показывали фильм «Китайская великолепная семерка», «Ковбойская американская великолепная семерка», когда вот как раз вот эта история. Были фермеры, на которых нападали грабители, грабили, забирали все, и они наняли. В случае Китая наняли этих самураев, правильно, я не путаю самураев? Нет, у японцев самураев. У японцев самураев. Ну, в общем, они наняли каких-то людей, которые на меча дерутся. В случае США это были ковбои, которые стреляют из пистолета, и семь человек защищало этот поселок. У них был свой интерес. Для чего заключаются договора? Чтобы слабости друг друга покрыть, для того, чтобы нужды друг друга покрыть, для того, чтобы дать какие-то гарантии. Инициатором заветов с Богом всегда выступает сам Бог. И с самого первого дня, когда Адам и Ева нарушили завет, ушли от Бога, в сердце Бога было желание вернуть нас к себе, нас, Его деток, Его творения, возлюбленных Его вернуть к себе. И поэтому Бог для этого инициировал заветы. Один из ключевых заветов Библии, один из ключевых договоров, это договор с Авраамом. И в этом договоре Господь говорит такие слова. Давайте заключим завет вечный. Перефразирую современным языком. Давай заключим вечный договор. В чем основная суть договора? Я буду твоим Богом. И на это Авраам согласился. Я согласен, будь моим Богом. Бог говорит, и твоих потомков. Хорошо. Будь моим Богом. Будь Богом моих потомков. Бог хотел вернуть человека к себе. Аминь. Дальше. О чем мы с вами говорили? О том, как Бог благословлял Авраама. О том, как Бог действовал в его жизни. Бог защищал Авраама. Помните? Покушались на его детей. Покушались на его жену. И Бог вступался. Бог сказал Авимелеху, ты умрешь за эту женщину, потому что она чужая жена. А в фараона написано, и его царство Бог поразил тяжелыми ударами. И фараон вдруг узнал, что он взял чужую жену и вернул ее. Бог вступался и защищал того, с кем у него были договорные отношения. Аминь. На основании этого договора Бог пообещал Авраама защитить. Он сказал, если кто-то к тебе прикоснется, он будет иметь дело со мной. Твои враги, Авраам, это мои враги. Слава Богу, это очень сильно. Это в интересах Авраама было заключить этот договор. Сегодня мы с вами перейдем к договору новому, который Библия говорит, лучше, чем договор, который был у Авраама. Меня это вдохновляет. Слава Богу. Наш договор с Богом лучше, чем договор Авраама. Но давайте последовательно двигаться, и мы до этого дойдем. Также мы вспоминали Исаака, мы вспоминали Иакова, как Бог благословлял Исаака, как Бог благословлял Иакова. Бог Исааку сказал о том, что Авраам был послушен Богу. Бог благословил Авраама всем. На основании этого договора Бог благословил Авраама всем. Что это обозначает? Не было такого благословения, которое Авраам не получил бы от Господа на основании договора с Богом. Он получил детей, он был долголетен, если я не ошибаюсь, он прожил 140 лет. И еще после того, как Сара умерла, он взял в себе других жен, родил от них детей, и у него было много детей. Он им дал наследство всем этим детям и отпустил. Надо иметь что-то, чтобы дать детям, правда? Этот человек был весьма богат. Аминь. Бог действовал и благословлял этих людей. Помните, мы вспоминали Давида? Давид был благословен. Давид ходил на основании своего договора с Богом. В первом царстве, в 17 главе, мы с вами рассматривали историю, как Давид сражался с Голиапом. Я хочу отметить один примечательный факт. Была война. Армия филистимлян сражалась с армией евреев. И послушайте, только один из этой армии, среди десятков тысяч людей, сказал, я пойду его и убью. Царь спрашивает, почему? Ты же пастуха, он воин. На что Давид говорит, тот не обрезанный, а я обрезанный. Он указывает, у меня с Богом договор. Подумайте об этом. Десятки тысяч солдат в той армии, они тоже были обрезаны. У них тоже был завет с Богом. У них тоже был договор с Богом. Но только лишь один среди десятков тысяч людей, он основывался на этом договоре. Он ходил в реальности этого договора. Один среди десятков тысяч людей. Потому что он знал свои права, и он выполнял свои обязанности. И поэтому он смело мог действовать, основываясь на Божьих обещаниях. Для нас это должно быть уроком. Мы с вами можем состоять в завете с Богом, но не получать все эти привилегии и преимущества, которые этот завет, этот договор для нас обеспечивает. Эй, вы здесь? Аминь. Это очень важно. Можно всю жизнь ходить в церковь, можно состоять в завете с Богом, но все потрясающие благословения, обещания Божьи для нашей жизни так и не сработают, как они и сработали и для тех десятков тысяч людей. Любой из десяти тысяч, из двадцати, тридцати, сколько бы там ни было евреев, должен был бы сказать, я выступлю против Голиафа, я его убью. Между ними конкуренция должна была бы быть, потому что человек, который убил Голиафа, он стал в почете. Что пели Давиду? Давид убил десятки тысяч, а Саул только лишь тысячи, и Саул опечалился ради этого. Давид стал весьма популярным, известным, прославленным. Почему? Потому что он совершил этот подвиг. Я уверен, что многие хотели бы оказаться на месте Давида. Но из-за того, что они не ходили в реальности этого договора, из-за того, что они, для них это не было чем-то, на чем они основывают свою жизнь. Они не совершили этого. Именно поэтому нам необходимо вникать в тот завет, в те обещания, которые Бог нам дал, и руководствоваться иметь в своей жизни. Автоматически это не работает. Это работает только тогда, когда мы осознаем, и когда мы это практикуем. Когда мы действуем на этом основании. Итак, мы говорили обо всех этих великих людях. Сегодня мы поговорим о новом завете, о новом договоре, который у Бога с нами. И как я уже сказал, новый завет, или же новый договор, который Бог заключил со своими людьми. Библия говорит, он лучше, чем тот завет, чем тот договор, который был у Бога с Авраамом. Чем он лучше? Давайте откроем, прочитаем. Евреям 8 глава, 10 стих. Евреям 8, 10. Чем он лучше? Как в этом анекдоте. Брежневу говорят, отечественные автомобили лучше, чем американские. Чем лучше? Чем американские. Да? Евреям 8 глава. Вот завет, который завещаю. Так, пропускаем. Вложу законы мои в мысли их. Напишу их на сердца их. Буду их Богом, они будут моим народом. Не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от мала до большого будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их. Грехов их, беззаконий их не вспомню больше. Говоря, новый показал ветхость первого. Ветшающее и стареющее, близко к уничтожению. На основании нового завета или же на основании нового договора. Первое. Бог прощает наши грехи. Он говорит, я прощу и больше не вспомню. Буду милостив к неправдам. Грехи и беззакония даже не вспомню. Дорогие мои, какое потрясающее обещание. Вы только вдумайтесь. У Бога есть сверхъестественная способность. Забыть что-то, словно этого никогда не существовало. Как мы, как люди, делаем? В подавляющем большинстве случаев у нас память. И мы храним. Мы прощаем, но мы помним. Бог говорит, я прощаю. И относительно тебя я не помню, чтобы ты что-то делал не так. Разве это не замечательно? Если бы этого не было в Библии, мы могли бы сомневаться. Да ну как? Я же такое сделал, я же так нагрешил. Господь должен на меня злиться. Господь говорит, я простил тебя. И я этого даже не помню. Я смотрю на тебя, словно ты никогда вообще не грешил. Это замечательно, это потрясающе. Следующее. На основании нового договора, нового завета, мы с вами имеем вечную жизнь. Библия говорит, дар Божий, жизнь вечная. Что это за вечная жизнь? Это вечная жизнь с Богом. Дар Божий. Бог подарил нам вечную жизнь. Он говорит, я заключаю с тобой новый договор. Я хочу, чтобы ты был со мной вечно. С момента, когда мы его согрешили, он мечтал вернуть нас к себе. И вот договор. Возвращайся ко мне, говорит Господь. Ты можешь быть со мной вечно. Твои предки ушли от меня. Но сегодня ты можешь ко мне вернуться. Слава Богу. Аллилуйя. Следующее. Чем хорош наш новый завет или же договор? Это благословение. Библия говорит, все благословения, которыми Бог благословил Авраама, они сегодня распространяются на нашей жизни. Скажи, на мою жизнь. Аминь. Благословение Божье распространилось. И оно ждет момента излиться. Оно принадлежит нам. И подобно тому, как Давид, один из десятков тысяч, он действовал на основании этого договора, востребовав это, получив это. Подобным образом мы с вами тоже можем это сделать. Либо мы можем быть, как эти десятки тысяч людей, которые не ходили во всех привилегиях своего договора. Что выбираешь ты? У нас есть договор с нашим арендодателем. И по договору с нашим арендодателем он обязан нам давать это помещение. Если бы мы не изучили это, не знали это, мы бы не смогли этим пользоваться. Но из-за того, что мы предъявили свои права, пришли, взяли ключи, нашли это помещение, мы сегодня можем пользоваться. Почему? Потому что мы знаем свои права. Подобным образом мы должны знать наши права по договору, который Бог заключил с нами, новый договор. Мы благословены Господом. Следующее, исцеление. Слово Божье говорит, ранами Иисуса мы исцелились. Это все потрясающее Божье обещание к нам. Иисус, умирая на Голгофском кресте, страдал. Исайя 53 глава говорит, Он уже взял на Себя наши немощи. Он уже понес наши болезни, чтобы нам это не надо было нести. Аллилуйя! И по новому завету, по новому договору с Богом, болезни имеют на тебя право. Бог тебе уже дал исцеление. На основании этого договора мы должны возрастать в вере, чтобы приходить и брать. Аминь! Следующее. Следующее. Свобода от власти тьмы. Тьма олицетворяет собой дьявола. Или же дьявол олицетворяет собой тьму. Всякое зло, какое только может быть, какое есть. Бесы, демоны. Это тьма. И дьявол лишился власти на твоей жизни. Аминь! Давайте скажем, дьявол лишился власти на твоей жизни. Аминь! Библия говорит, мы переведены в царство возлюбленного Сына Божьего. Аминь! Аминь! Слава Господу! Какая бы там власть мы не было, будь то бесы, демоны, проклятия, болезни, ты можешь сказать, нет во имя Иисуса. Ты не имеешь права в моей жизни находиться. Поэтому, когда это приходит, ты можешь либо согласиться с этим и принять, и сказать, да, все, в моей жизни проблема, да, я с этим соглашаюсь, в моей жизни болезнь, да, либо ты можешь сказать, нет во имя Иисуса. На основании моего договора с Богом это не имеет права быть в моей жизни. И прогнать это, сказать, уходи вон во имя Иисуса. Это твои права по завету. Дальше. Потрясающая новость. На основании договора с Богом у нас есть адвокат. Аллилуйя! Его имя Иисус Христос. Слово Божие говорит о том, что Иисус является ходатаем. Сегодня мы не используем слово ходатай. Заступник. Сегодня мы используем больше в обиходе адвокат, защитник. У тебя есть тот, кто заступается за тебя, ходатайствует за тебя, защищает тебя. Твой адвокат. Личный адвокат на основании договора. Иисус. Он предложил тебе, я хочу быть твоим адвокатом, «Прими меня своим адвокатом», когда ты принимаешь Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Он адвокат. Он сто процентов выиграет твое дело в суде. Аминь. Ты уже оправдан от твоих грехов. Тебе не надо нести наказание, потому что Он тебя оправдал. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Как я уже сказал, в договоре участвуют две стороны. И мы в основном говорили о тех обязанностях, обязательствах, которые сам Бог взял на себя. Те вещи, которые я сейчас перечислял, нам Бог это обещает. Это для тебя. Я даю это. Это тебе принадлежит. Я хочу это делать в твоей жизни. Я хочу тебя защищать. Я хочу тебя благословлять. Я хочу тебя исцелять. Но послушайте, есть очень важная вторая часть, о чем мы поговорим сегодня более подробно. Есть наша часть. Есть наши обязательства. Вы знаете, к сожалению, об этом мало говорят. В основном верующие люди только лишь слышат. О, Бог тебя любит. Бог благ тебе. Бог исцелит тебя. Бог принимает тебя. Он твой небесный отец. И все это божественные истины. Но когда люди слышат только лишь одни вещи и не слышат чего-то другого, может сформироваться искаженное восприятие Бога. Искаженное представление о Боге. Слышите? Еще раз. Очень важная мысль. Договор – это двухстороннее обязательство. Аминь. Дорогие мои, пожалуйста, как-то реагируйте. Я хочу увидеть, что вы воспринимаете и понимаете, о чем я говорю. Это очень важно, то, что я сейчас говорю. Договор – это двухстороннее обязательство. Бог со своей стороны взял обязательства на себя. Но есть обязательства, которые по договору лежат на нас. Есть обязательства наши перед Богом. Аминь. И когда сегодня к верующим людям обращаешься, многие избегают обязательства. Они говорят – а я свободный человек, я никому ничего не должен. Нет, а что это вы мне говорите? Не-не-не-не. Я ничего не должен. Господь возлагает на нас обязательства. И сегодня мы поговорим об этих обязательствах. Потому что, если мы не выполняем свою часть, свои обязательства, если мы нарушаем договор, глупо тогда ожидать, мы выходим из него. Вы знаете, читая Библию, я нашел, что израильский народ очень часто и очень много нарушал свой договор с Богом. Библейским языком. Вы нарушили мой завет. Вы нарушили мой завет. Вы отступили от этого договора. Здесь прописаны условия. Вы должны платить до 20-го числа. Вы должны платить до 20-го числа, если вы не оплачиваете аренду. Вы не можете тут находиться. Иногда люди ведут вот так вот себя, ожидая что-то получить, но не выполняя своих обязательств. Это так не работает. Аминь. Аминь. Я сегодня хочу сосредоточиться, на мой взгляд, на самом главном. В книге «Бытие» Бог, заключая завет или же договор с Авраамом, главу вам сказать. Сейчас посмотрю и скажу. «Бытие», 17-я глава. Бог сказал, заключаем с тобой завет вечный, договор вечный. И самое главное, я буду твоим Богом. Читая Новый Завет, послание к евреям, 8-ю главу, Новый Договор, мы встречаем то же самое. Буду их Богом, они будут моим народом. Буду их Богом, они будут моим народом. И там, и там, это главное и ключевая истина. Главное условие, главный предмет договора. И когда Господь говорит, я буду твоим Богом, мы с вами должны принять это, согласиться и сказать, хорошо, Господь, мы принимаем это, мы согласны. Будь моим Богом. Но вопрос, а что это значит? Что это значит, что Он является твоим Богом? Что это значит? Вы знаете, у нас была домашняя группа на этой неделе, на прошлой неделе я приходил к Диме и Ине, и позапрошлый раз Дима задал вопрос, что такое венчание, давай рассмотрим. Один мой знакомый хочет венчаться. Как это и что это? Я стал объяснять и говорю, в первую очередь вопрос, а для твоего знакомого Бог вообще кто? Кто Он вообще для тебя? Кто Он в твоей жизни? Ты хочешь прийти и сказать, благослови меня, а Он является твоим Богом? А ты кто по отношению к Нему? Что значит, что Он является твоим Богом? Здесь можно говорить очень много, но я хочу выделить одно очень важное. Кто, кто является твоим Богом, скажем так, это твой Господин, это твой духовный покровитель. И это обозначает то, что ты должен быть послушен Ему во всем. Если Он твой Бог, это значит, ты слушаешься Его. Дорогие братья и сестры, одно неотделимо от другого. Так часто люди говорят, О, Он мой Бог! А давай мы посмотрим на твою жизнь и определим, а Он является действительно твоим Богом. Из твоей жизни видно, что Он твой Бог. По твоим делам, по твоим поступкам видно, что Он твой Бог. По тому, как ты живешь, можно сказать, что Он является твоим Господином, твоим духовным покровителем. Это очень важно. Если Он твой Бог, ты живешь соответственным образом. Ты живешь жизнью послушания. Апостол Павел говорит, если бы я сегодня угождал людям, я не был бы рабом Господнем. Павел говорит, я раб Божий, потому что я угождаю во всем Ему. Аминь. Апостолы себе говорят, апостол Петр, почитайте в посланиях, раб Иисуса Христа. Я послушал. Вы знаете, предание церковное, как умер Петр. Он был в Риме, было гонение на христиан, но он развернулся и пошел из Рима. И на пути его встретил Иисус, он говорит, ты куда идешь? Тебе назад в Рим. И он пошел, зная, что его свяжут там и растут. И он прежде всего говорил, да будет твоя воля, я раб твой, я буду послушен тебе прежде всего. Аминь. Аминь. Когда мы смотрим дальше послания апостолов, Яков пишет, раб Иисус, Иоанн пишет, раб Иисуса, Иуда пишет, раб Иисуса, Павел пишет, раб Иисуса. Другими словами, эти люди говорили, моя жизнь принадлежит Богу. Как можно узнать, что он твой Бог? Потому что я послушал его. Он мой господин. Он мой духовный покровитель. Я делаю то, что он хочет. То, что ему угодно. Я исполняю его волю в своей жизни. Аминь. Центральное слово сегодняшней проповеди. Я подчиняюсь Богу. Я послушен Богу. Наше обязательство со своей стороны быть послушными Богу. Аминь. Подчиняться Богу. Аминь. Если он твой духовный покровитель, ты слушаешься его. Аминь. Аминь. Некоторые люди говорят, ой, я верю в Бога. Аллилуйя, я верю в Бога. Эй, если посмотреть на твою жизнь, можно увидеть, что ты живешь жизнью, угодной Богу. Жизнью, послушной Богу. Аминь. Из чего? Из того, что мы послушны ему, во всем. Аминь. Невозможно отделить покровительство Бога от послушания. Это неразрывно связанные вещи. Если у раба есть господин, он исполняет волю господина. Аминь. Аминь. Поэтому я сказал, что в современном христианстве благодаря множеству учений о любви, о принятии Божьем, о Божьей благодати, по моему скромному мнению, сформировалось немножко искаженное восприятие о Боге. Как Бога, который, знаете, как добрый волшебник. По щучьему велению, по моему хотению, сделает. Мне кажется, сформировалось такое представление о Боге, который послушен нам, а не мы ему. Такое представление о Боге, который выполняет все наши прихоти, все наши желания. При этом мы ничего не делаем для него, который нам послушен. Дорогие братья и сестры, прежде всего мы должны быть послушны ему, и это наши обязательства перед ним. Если Он твой Бог, ты Ему послушен. Если Он твой Бог, ты Ему подчиняешься. Аминь. Мы с вами читали, Бытие 24 глава, 1 стих. Потрясающие слова об Аврааме. Авраам был в преклонных летах, значит, он уже был очень-очень старый. И Господь благословил Авраама всем. 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 Не было такого благословения, которым бы Бог не благословил Авраама. Ты хочешь, чтобы Бог благословил тебя всем? Аминь. Аллилуйя. Что это вы не реагируете? Дорогие братья и сестры, почему Бог благословил Авраама всем? Берем Богу. Послушаем. Послушаем Бога всем. Бог благословил Авраама всем. Бытие 26, 5. Бытие 26, 5. Бог говорит об Аврааме, его сыну Исааку. Он исполнил все мои законы, все мои заповеди. Он был послушен всем моим повелениям. Это накладывает ответственность. А можно вот все благословения, только я не буду тебя послушать. Как это не работает. А можно вот все, 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 что Господь у тебя есть, но я ничего не буду делать угодного тебе. Не, нельзя. У Авраама не было детей. Бог ему говорит, я Господь, награда твоя весьма велика, я дам тебе сына. Авраама говорит, аллилуйя. Бог говорит, собирай вещи, покуй, и давай из города Урхалдейский иди. Куда иди? 31 градус северной широты, 34 градуса восточной долготы. Координаты современного Израиля. Земля Ханан. Авраам, тебе туда. Авраам достает карту, смотрит, что тут у нас? GPS задает координаты. Господь, так там ничего нету. Ну да, ничего нету, вот там ты будешь жить. Я же твой бог. Значит, собирай вещи, пакуй чемоданы, на ослов грузин, на верблюдов, и вперед туда. Господь, там супермаркета нету. У меня на первом этаже супермаркет, раз спустился, вышел, купил и покушал. Ну ничего. Я твой обеспечитель. Посеешь семя, вырастет, будешь заниматься животными, они тебе дадут пропитание. Господь, там больницы нету, никакой инфраструктуры. Как я там жить буду? Я, Господь, целитель твой. Там школы нету, садика нету. Ничего, я позабочусь о твоих детях. Хочешь детей? Хочу. Если я твой Бог, то я говорю тебе, где ты будешь жить. Аминь. Эй, послушайте, это важно. Он является твоим Богом. Аминь. Аминь. Значит, он тебе говорит, где ты жить будешь. Аминь, аминь. Аминь. Там мало ли, что он там хочет. Пусть воля будет Божья. Как там в этой поговорке? Воля твоя, Господь, а манька моя. Нет, так не сработает. Ну, знаете, ну, Галя, какая разница? Иногда бывают, люди молятся. О, Боже, пусть эта девушка станет моей женой. О, Боже, пусть этот мужчина станет моим мужем. Как колдовство. Молодцы, правильно. Это колдовство. Так неправильно молиться. Поэтому не молитесь так. Аминь, не будь. Я так молю. Он твой Бог? Вопрос. Авраам, я являюсь твоим Богом? О, да, Аллилуйя Всевышний. Собирай вещи, иди туда. Я тебе говорю, где ты будешь жить? Авраам собрал вещи и пошел. Куда? В поле. Дорогие мои, я показываю вам пример. Авраам был послушен Богу. Задумайтесь сейчас и попробуйте применить по отношению к себе. Авраам жил в городе Ур, страна Халдея. Эту область, этот регион, заселили потомки Ноя. Когда Ноя со своими детьми спустился с гор Араратских, они пошли и поселились там. В той области, Хананея. Позвольте, пожалуйста, я продолжу. Это территория современного Хирана. Они поселились там. Слышите? И они там стали строить города. Раскопки города Ур показали, там были многоэтажные здания. Там был водопровод, там была канализация. Как я предполагаю, были супермаркеты тех времен. Там какая-то цивилизация была. А весь остальной мир, Европа, Украина, Азия, Африка, они еще не были заселены. И Господь ему говорит, давай, вот оставь вот эту цивилизацию, комфорт и иди туда, в пустыню. Подумайте, попробуйте к себе применить. Господь ему говорит, собирай вещи, продавай квартиру, продавай свой дом. Едь. Куда едь? Ну, едь, вот это вот, в поле будешь жить. Берешь палатку, ставишь в чистом полюшке палатку и живешь там. Задумайтесь. Авраам был послушан. Кто твой Бог? Он твой Бог? Тогда он говорит тебе, где ты живешь. Аминь. Дорогие мои, послушание будет чего-то стоить. Послушание будет чего-то стоить. Это очень важно. Многим не нравится послушание. Потому что послушание иногда требует каких-то жертв с нашей стороны. Чего мы должны слушаться? Есть универсальные принципы, данные Богом людям. Они написаны здесь, в Слове Божьем. Это первое, чего мы должны слушаться. Потому что Господь может тебе лично что-то говорить, подобно тому, как Бог сказал Аврааму. И Авраам послушался его. Другой пример потрясающего послушания, которое никогда никому Бог больше не говорил, и надеюсь, ну, я верю, никогда никому не скажет. Это был эксклюзивный случай. Бог говорит Аврааму, возьми сыночка твоего, единственного твоего, любимого твоего, Исаака. Да? Пойди на гору, на которую я тебе скажу, и там принеси его мне в жертву, во все сожжения. Что это значит? Зарежь его. Положи его тело на дрова и сожги его полностью до тла. Подумайте об этом. Авраам был послушен Богу. Он берет своего сына Исаака, он берет слуг, он говорит, как скажешь, ты мой Бог. Что значит, что он является твоим Богом? Он говорит тебе, что делать. Эй, аминь. Не всегда это тебе будет нравиться. Аминь, аминь. Иногда это будет требовать от тебя каких-то жертв. Иногда от тебя это будет требовать от каких-то уступов. Аминь. Иногда от тебя это будет требовать победить свою плоть. Подчинить свою волю воле Божьей. Аминь. На пути послушания Богу, следования за Богом. Мы встретим с вами врага, имя которому дьявол, который знает, что ты идешь по пути, по дороге следования, послушания Богу. И ты будешь благословен. И Он постарается тебя свести с этого пути разными искушениями, разными нападками. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Если Он твой Бог, Он говорит тебе, что делать. Он говорит тебе, где жить. Он говорит тебе, где служить. Аминь. 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 Недавно я увидел страничку одной молодой девушки в интернете. Я был так удивлен. Она такая юная. И уже 6 лет служит в Африке. Я посмотрел на фотографии, которые она там размещала. Дорогие мои, я не хочу из Харькова туда ехать. Ну, я имею в виду, вот, если посмотреть, какой там быт, какие там условия. Там всякие ядовитые гады. Всякие змей, пауки, скорпионы, мухи ЦЦ, малярия, Эбола, там столько всего. Она говорит, Бог меня призвал служить в Африке. Этим людям. Ты могла бы жить здесь, в Украине, комфортно. Живи здесь. Если Он твой Бог, Он тебе говорит, что делать. Он тебе говорит, чем заниматься. Он тебе говорит, где работать. Кто является твоим Богом? Бог сказал, я хочу быть твоим Богом. Ты согласен? Я никого еще не разубедил, что Он был твоим Богом. Он был твоим Богом. Дорогие братья и сестры, тот факт, что Он является нашим Богом, от нас требует послушания Ему. послушанием. Аминь. Аминь. Если Он твой Бог, Он может даже говорить тебе, скажем так, диктовать, что ты будешь кушать, чтобы быть здоровым. Как-то один проповедник рассказывал, он говорит, я при моем весе, ой, при моем росте был такой толстый, я ничего с этим сделать не мог. Я помню, я еще был, как дочки у Кати, как Аня, Лиза. И моя мама говорит, кушай, кушай, сынок. Я говорю, мама, я не хочу поправиться. Мама как начала смеяться, потому что я был такой худенький, не хочу поправиться. Этот проповедник был очень-очень такой в теле. И он молился Богу, Бог, сделай что-нибудь. Господь говорит, спрашивает, этот проповедник говорит, Господь меня спрашивает, а если твой водитель зальет не ту марку масла или не ту марку топлива в твою машину, что ты сделаешь? Он говорит, я его уволю. А в свое тело, которое я тебе дал, ты пичкаешь все без разбора, ты даже этикетку не читаешь. Так что же я могу делать? Кушай правильную еду. Скажи своему ближнему, кушай правильную еду. Кушай правильную еду. Он говорит, я попросил Господа, и Господь занялся моей диетой. Он говорит, я похудел, сейчас он стройный, красивый. Он говорит, у меня были проблемы со здоровьем, болезнь, болели суставы. Единственное, что я пил, это кофе. Целыми днями, литрами заливал в себя кофе. Бог говорит, и это не пойдет тебе на пользу. На пользу тебе пойдет аж два. В послании к римлянам, 6 главе, 16-22 стих, сказаны такие слова, тот, кому мы послушны, того рабами мы и являемся. Если мы послушны греху, мы рабы греха. Если мы послушны праведности, мы рабы праведности. Если мы послушны дьяволу, мы рабы дьявола. Если мы послушны Богу, мы рабы Бога. Если Он твой Бог, ты должен быть Ему послушным. Аминь. Нашими обязательствами является быть послушным Господу. Быть послушным Его записанному слову. Быть послушным тем инструкциям, которые написаны, тем принципам, которые сказаны в Библии. И не всегда нам это может нравиться, не всегда нам это может быть приятно. Как так? Иисус учил, мужу нельзя разводиться со своей женой. Апостолы слушали и такие, что? Что? Если нельзя разводиться, то лучше вообще тогда не жениться, если такая обязанность мужа к жене. Иисус учил, трудно богатому войти в Царство Божье. Апостол опять, что? Так кто же может спасти? Среди них были очень богатые люди. Среди них был глава налоговой инспекции. Я у нас на районе смотрел как-то один район, земельные участки там. Я смотрю дом прокурора. 600 квадратов. Такое мини-межигорье. На ФТЗ. Рядом дом судьи, не меньше. А рядом еще дом православного батюшки. Угадайте, у кого был самый большой. У батюшки. У батюшки, наверное. У Иисуса были богатые ученики. Матфей был главой налоговой инспекции, он был богатым. Если сейчас налоговые, директора налоговой инспекции богатые, я думаю, тогда тоже были богатые. Иоанн был лично знаком с первосвященником. Это фактически премьер-министр Израиля. Кто попал, я не знаком с премьер-министром. Я не запомнил. Когда они слушали учения Иисуса, они иногда думали, ого, но мы не знаем. Иисус говорит, вы хотите идти за мной? Есть узкий путь. Тернистый путь. Тебе может быть не очень приятно, не очень комфортно. Ну живи так, как я тебя учу. Аминь. Аминь. Будь послушен мне. Авраам был послушен Богу во всем. Как результат, мы видим, что Авраам был благословен. Теперь пару слов о том, когда человек не послушен Богу. Так часто люди говорят, о, Господи, благослови. Но слушаться тебя я не буду. Так это не работает. Почему? Потому что, когда мы послушны, мы впускаем Бога в свою жизнь. Аминь. Когда мы послушны в чем-то, мы впускаем Бога в эту сферу. Нам епископ рассказывал, говорит, теперь я никого не буду венчать, если люди не пройдут энкаунтер, не освободятся от бесов. Потому что он говорит, как только кольцо на палец одевается, просыпаются, демоны активируются. и мужья говорит, ее любить пусть станет вот такой, вот такой, вот такой вот. Не очень удобно. Пусть изменится, станет достойно, чтобы я ее любил. Один проповедник рассказывал, говорит, моя жена проявила ко мне неуважение, не почтение, не послушание. Говорит, я ходил, возмущался, бурчал, да что с ней не так? И тут говорит, Господь ко мне проговорил, эй, я что тебе поручил? Люби свою жену, есть сэр. Как она к тебе относится, это между ей и мной? Тебя это не касается. Я с ней об этом буду говорить, чтобы она тебя уважала и слушалась. Не всегда мы хотим быть послушны Божьим условиям, но всегда хотим получить все благословения. Когда мы послушны Божьим условиям, мы впускаем Бога в эту сферу. Ты хочешь, чтобы Господь участвовал в твоей жизни, в каждой сфере? Аминь. Стань послушным Богом. Скажи своему ближнему, стань послушным Богом. Аминь. Стань послушным Богом. Аминь. Это очень важно, дорогие братья и сестры. Это очень важно. Некоторым неудобно, пусть послушен пастор. Эй, дорогие братья и сестры. Будьте послушны пасторам. В Библии несколько раз говорит, будьте послушны пасторям. Почему? Пастор будет давать отчет перед Богом о том, как он вам служил. Я недавно общался с одним братом. Я говорю, друг, вот ты не из моих отец. Я за тебя отчет Богу давать не могу, не буду. Я отказываюсь давать отчет за тебя. Почему? Ну, потому что, где ты вообще? Где ты? Слово Божие говорит, будь послушен пасторю. Это неудобно. Знаете, так часто я слышу, как, ой, видите ли мы таких. Это Библия, это ведь не просто человеческие прихоти. Это для твоей пользы, для твоего благословения. Пусть Бог меня благословит, но я не буду делать то, что он мне сказал. Я как-то в реальности встретился с абсурдной ситуацией. Вот, плохой оператор мобильной связи, почему? Не дает мне пакет услуг звонить. А почему он тебе не дает пакет услуг звонить? Да вот хотят денег от меня. Представляешь, какие корыстные денег от меня хотят. Говорят, пополнить еще. Они что, не могут пойти в мою ситуацию, а? Ну нет у меня денег. Пусть отнесутся с пониманием. Я звонил оператору, говорю, ну нет у меня денег. Дайте мне, ну начислите просто так. Потом у меня деньги будут, я буду платить. Ну разве не глупо звучит? Очень. Я не буду делать то, что выполнять свои обязательства. Нет. Ну вы меня благословляете. Очень важно. Мера нашего послушания это мера Божьего благословения. Аминь. 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 Еще раз, мы хотим быть благословенными, как бы благословен Авраам. Аминь. Авраам был послушан Бога во всем. Исполнил все заповеди. Давайте скажем все заповеди. Все законы. Все повеления Божьи. Очень высокая планка. Правда, очень высокая. И по этой причине, по этой причине Авраам не был благословен. Потому что он был послушан. Он был послушан. Если мы с вами будем послушны Богу, если мы будем выполнять наши обязательства перед Богом, то тогда Божье благословение будет проявляться. Когда мы послушны Богу, мы впускаем Бога в свою жизнь. Когда мы послушны Богу, Господь защищает тебя. Но человек Богу не послушает и ожидает, что Господь сделает что-то. А ты что, не слышишь? Но ты Его не впускаешь в свою жизнь, ты Ему не даешь места действовать. Еще одна такая вещь, которую я слышал, абсурдная. Где же ты, Господь? Здесь песня. Где же ты, Господь? Начидающий песню. Где же ты, Господь? С Ним что-то не так. Ведь Иисус сказал, все, что не попросите во имя Мое, Я то сделаю. Я попросил, а Бог не сделал, Он не прав. Дорогой брат, дорогая сестра, в первую очередь, давай мы посмотрим себя, свое сердце, зададим себе вопрос. А я Богу послушаю. Ой, вот это еще в себя вникать. Не-не-не, это можно всю жизнь вникать в себя. Так Библия говорит, вникай в себя. Разве нет? Да. Апостол Павел говорит, Тимофеев, вникай в себя, вникай в учение. Зачем? Чтобы быть послушным Богу. Аминь. Аминь. По этой причине, когда мы обращаемся к Господу и просим, Господь, приди, Господь сделай, Господь защити, и не получаем ответа. Потому что мы не послушаем. Не выполняем свою роль, свою часть, свои обязательства не выполняем. Пополни счет, у тебя будет пакет услуг на месяц. Это не реклама операторов. Это иносказание. Которое заключается в том, что будь послушен Богу. Будь послушен Богу. И тогда Божьи обещания в твоей жизни будут работать. Когда ты послушен Богу, твои враги, это враги Бога. Еще один пример расскажу. Как-то один проповедник говорит. Я с отцом пришел в какое-то кафе. Я, говорит, был совсем маленьким ребенком. Я залез под стол, там игрался, что-то делал. И вдруг какой-то мужчина меня увидел. Подошел, как начал ругаться, сквернословивать. О, подшипец, что ты сюда залез? Говорит, я так испугался. Но вдруг я услышал поступь моего отца. Я услышал, как сзади к этому мужчине Подходит мой отец, его тяжелые сапоги стучат. Он его похлопал. Если вы хотите иметь дело с моим сыном, вам придется иметь дело со мной. Если он твой Бог, тот, кто имеет дело с тобой, будет иметь дело с ним. Твои враги, это его враги. Но это в том случае, если ты послушен Богу. Апостол Петр говорит, покоритесь Богу. Скажи соседу, покорись Богу. Это первый шаг. Второй шаг. Противостань дьяволу, и он убежит от вас. Иногда люди противостоят дьяволу, а он не убегает. Почему? А ты покорился? Шаг номер один. Покорись, подчинись, стань послушным. Аминь. Господь говорит, кто касается вас, касается зеницы моего ока. Это лезет ко мне пальцем в глаз, в мой зрачок, говорит Господь. Он моргнет и не останется твоих врагов. Вот так он трепетно к нам относится. Но нам нужно занимать свою позицию. Аминь. Послушание к Богу. Подчинение Богу. Это подчинение Его принципам, Его заповедям, Его учению в книге. И личным поручением, которое Он тебе говорит лично. Давайте склоним наши головы и помолимся. Аллилуйя, Отец Небесный.